Здравствуйте всем! Мы сегодня будем учить недельную главу Баха Алютха. И главное, как мы всегда с вами учим, что это говорит нам. Потому что всегда любая тема в Торе – это не исторический момент, который нам очень интересно, что произошло в прошлом. Но это не Тора, это не учение Тора, это учение, может быть, истории и так далее. Учение Торы – это учение, что я учусь этого, как я возвышаю себя, как мое служение, моя жизнь дает более качественное, более духовное, более правильное. Когда мы учим недельную главу и вообще любой-любой свиток в Торе, в Талмуде и так далее. Давайте посмотрим. Наша недельная глава Баха Алютха начинается. И вот здесь идет речь, когда ты будешь зажигать, подымать. Когда ты зажигаешь, есть главная свеча, и вот ты зажигаешь синий свечник, ты зажигаешь, и там горит вся эта лампада вся, и ты как-то ее должен зажигать, и так далее. И так проще. Это то, что написано здесь. И потом следующий стих говорит, что как менора выглядит. Тоже. Это один целый силий, вот такой прям целый, со всеми цветочками и так далее. Вот это все здесь написано. Кто хочет посмотреть вот эту менору, применить так, как она выглядела в Бет-Амикдаш, может пойти в старый город Верушалай, и там прямо напротив синагоги хуба застекленная находится вот эта менора, которую сделали с пахоном Игдаш. Ну, вот это заповедь, который здесь написано. И великий, мы знаем, что у нас в Торе, кроме того, кроме того, то, что сама вот Тора говорит, и мы учим от нее какие-то моменты, она и написана по определенному порядку. И если она написана рядом с чем-то или позже с чем-то, это же чего-то нас учит, чему-то это нас учит. Так вот здесь сейчас, обратите внимание, Раши задает вопрос. Там тоже, когда была презентация Мишкана, то есть переносной Бет-Амикдаш был построен, Мишкан и так далее. И можете представить себе, какая красота этот Мишкан, золото, драгоценные камни, серебро. Там все это дерево, ну, это все красота неописуемая. Жертвенник золотой, потом менора золотая, потом кодыша-кодышин, святая святынь. Там находятся вот эти Ковчег Завета, внутри Ковчег Завета есть скрижали. В общем, очень все красиво. Жертвенник во дворе этого Мишкана находится, там, где приносили жертвоприношения. И вот начинается служба, презентация. И каждый день, каждый день в этой презентации приносили руководители колен, так у нас написано в прошлой недельной главе, подарки. Подарки приносили, приносили жертвоприношения, приносили подарки. Это было очень все пышно, очень красиво. И прошлая недельная глава перечисляет нам вот эти 12 колен, которые приносили каждый свои подарки в начале служения Мишкана, в начале служения переносного храма. Этим, в принципе, заканчивается прошлая глава. И наша глава начинается, что Всевышний говорит Агарону, говорит священнику, говорит своим сыновьям, ты должен тоже сказать, что вот ваша служба – это зажигать менору и так далее. И Ращи задает вопрос, какая связь между предыдущим вот этой темой и нашей темой, которые говорят про менору. Так задает вопрос Ращи. И Ращи отвечает, что здесь это не просто так написано. Почему? Потому что Агарон, у него было испорченное настроение. Он очень был как-то не в себе. Почему? Что-то не в себе. Написано такая хальша да а то ночи построился. То есть, как это может быть? Князи всех колен приносили, жертвоприношения. Было так круто, было так весело, было так торжественно, празднично. А меня там не было. То есть, наше колено, с какого колена у нас Агарон? Он с колена Левитов. С колена Левитов у нас ветка произошла. Есть коины. Мы там не участвовали. Не он и никто из его колен. Все колена были. Но наше колено, колено Левитов, и потом коины, не участвовали в этом праздновании все. И ему это на танло цвета болел. Это его укольнуло, его сердце. Ему стало плохо от этого, неприятно от этого. И поэтому Раши приходит и говорит нам, что ты знаешь, почему Тора написала сразу после этого вот эту заповедь, которую только Коэны и Аарон делает? Всевышний говорит сказал ему Всевышний что слушай, твоё, твоё занятие, в общем, когда ты зажигаешь минору, это круче, это величие, Мишеллахэм, что ты каждый вечер, каждое утро, ты там чистишь, готовишь, зажигаешь, твоя служба, это гораздо выше, чем служба тех руководителей колен, которые приносили вот эти жертвоприношения. И поэтому написано это здесь сразу после того, как князи приносили, чтобы вот это скажи Аарону, чтобы не расстраиваешься, в общем, всё нормально, твоя служба в миноре, она гораздо выше. Это то, что здесь написано. Рамбан в нашей недельной главе приводит и задаёт вопрос на Раши. Это Раши нам объяснил, великий святой Раши. Рамбан говорит, я что-то не понимаю. Я читаю вам Рамбан. Велонить барыр. И мне это непонятно. Почему Всевышний не утешил его другими службами, которые есть? Извините меня, но минора, это действительно очень важная служба и так далее. Но извините меня, есть же благовония, которые только Коген делает. Да? И который стих говорит, что это очень важная служба, благовония. И во всех жертвоприношениях, в жертвоприношениях мучных, и потом в Абудат, Йома-Кипурим, есть служба, которым Йома-Кипур самый святой день для еврейского народа, только Коген он может делать. Никто другой не может этого делать. И он только Коген, то есть представитель священника, первосвященника, он может заходить в святая святынь. Да? И никто другой. Коген? Коген? Ши-кри-у-бэм-кор-бан-о-тар-бэ-ко-ли-мэ-м-и-лю-ин. И кроме этого говорит, что даже во время, когда вот эти Неси-ин, вот эти князи приносили свои жертвоприношения, так извините меня, и другие тоже. Ваим-тамур, и поэтому он приходит и говорит, что я не понимаю, почему его надо утешать именно заповедями Менову. У него же столько службы, которых ни у кого нету, а только у колена Коэна, у священников. Так что первый священник, наш первый, первый, первый священник, Аарона Коэн, что он так расстроился? Что здесь ему было, когда у него столько есть преимуществ, которые нету ни у кого? Так задает Рамбан вопрос. Рамбан говорит удивительный исторический момент. Смотрите, что он пишет. Убаляшона зэма цати бемегилат старым. Лерабейну миссим ши изкир агадах хазовы амар. Он приводит в какой-то мегилат старым. какой-то свиток старым, тайный какой-то свиток, который приводит его Рабейну миссим. Рабейну миссим из геонов, которые были после талмудического периода. И он там пишет. Раити ба мидраш. Я видел в мидраше. Кейван ши икри мушне массаж шпиватим вело икри. Амар луак и вот в общем вот этот мидраш, когда он увидел двятнадцать колен, каждый в другой день приносит это жертвоприношение, а Аарон расстроился, сказал ему Всевышний, ты знаешь, вот эти колена, они сейчас принесли жертвоприношение, это была презентация, это было ханукатом избея, это была новая служба, то есть впервые служба, когда не было еврейского народа и вот возобновилось, начали новое что-то делать и каждое колено что-то принесло, знай, говорит, что придет время, когда вы будете это делать новое, смотрите, что он пишет, есть другое возобновление, какое другое возобновление, во время, во время, когда у нас будет храм, уже верить в Исраэль, но будут властвовать греки, которые осквернят храм, которые не дадут нам возможности служить в храме, и тогда будет проблема, мы не служим в храме, но мы будет восстание еврейского народа через кого? Через колено левитов, через коэнов, через хашмонаим, они выгонят греков и они возобновлят службу, то есть приходит здесь очень интересно, намек такой, Тора пишет, что да, они участвуют как будто первые возобновления службы в мешкане, но приходят всевышки его утешают и говорят, ты не настраивайся, придет время, когда коханим, когда с твоего колена, когда твои потомки, они будут возобновлять службу, когда греки нам запрещат и мы возобновим, и поэтому это написано вместе здесь. Дальше пишет Рамбан, как мы знаем, хорошо, вот эти князи, они приносили жертвоприношения. Конечно, они были, это очень круто, но эти жертвоприношения, придет время, к сожалению, когда уже их не будет. В наше время, к сожалению, у нас нет жертвоприношений, но что у нас есть, вечное, у нас осталась минурат, память о минурата Микдаш, наш праздник Ханука. Наш праздник Ханука, он останется на веки веков, даже когда у нас нету бета Микдаша и нет уже запрещений, у нас вот эта минура останется, благодаря кому? Благодаря вот этих священников, которые освободили и очистили бета Микдаш и до сих пор у нас это осталось. Я Иру, это то, что написано, и потом тоже обратите внимание, выходит, что есть у нас, если посмотрим всю Тору, есть вот это Ханука ханука, вот это дожат проношение, которое князи еврейского народа принесли, сразу после этого идет минура, который, так как Рамбан объяснил, это идет речь про Хануку, что это символ, это намек на то, что Ханука, не переживай, будет что-то вечное у тебя, это сразу после этого наша недельная глава, но что у нас написано интересно до того, как им приносили что-то, что там написано, там у нас написано про заповедь, когда коины благословляют нас, мы знаем, что благословение коинов, да благословит тебя Господь, будет беречь тебя, и так далее, вот эти благословения коинов, которые мы в Эра Тисраэль, в Израиле слушаем каждый день, в Диаспоре с Фарадим тоже каждый день у Ашкеназов только на праздники коины благословляют народ, принято, что мы детей наших благословляем по пятницам перед кедушем этим благословением, да, но вот это благословение, которое в принципе оно дано коинам, это священная служба, коины перед тем, как они благословляют, они делают на телят яда им, они делают там и ваниру, они снимают обувь, они идут в специальное к Ковчегу, там, где священный шкаф у нас и оттуда благословляют, то есть это служба, и эта служба, она вечная, так выходит, несмотря на то, что действительно коханин, несмотря на то, не участвовали в этом презентации и так далее, но у них осталось что-то вечное, вечное, до сегодняшнего дня мы делаем это благословение коинов, которое не прекращается, и второе, это ханукальные свечи, которые мы зажигаем, это тоже Всевышний говорит, да, есть ханукальные свечи, которые возобновление будет через ханука, через вот это чудо, которое было с маслом, и мы зажигаем ханукальные свечи, это то, что пишет роман, но я хочу углубиться еще больше, когда здесь написано, что твоя больше, в общем, величие коинов, когда они зажигают каждый день, это больше, чем остальные, которые приносили, так я, может быть, скажу несколько объяснений по этому поводу, которое связано с темой нашей урока. Смотрите, в жизни у нас, да, есть какие-то вещи в жизни нашей, которые мы делаем, и они очень битвы. Можете представить себе вот по поводу Мишкана, можете представить себе вот Мишкана, мы делаем вот презентацию Мишкана, какое великое празднование это было. Они приносили Иванова, вы должны понимать, что это было всем видно, все это видели, все эти любопались с этим, видели, вау, какие молодцы вот эти князи, которые привезли. Но если углубим, сейчас мы не говорим по деду Ромбару, по-другому я хочу сказать что-то, да, если мы смотрим, есть разница вещей, которые ты делаешь, и тебя практически никто не видит. Ты делаешь что-то правильное, что-то важное, что-то кошерное, ну, это ты делаешь, видит тебя фактически Всевышний и ты сам. Или ты делаешь какое-то действие, хорошее действие, правильное действие, но тебя видят многие. Понимаете, когда тебя видят, и ты вот это делаешь, так может быть, это у тебя с других пониманий, да, а когда ты делаешь действие, которое абсолютно ты изолирован от общества, и ты это делаешь, это может быть в нашей жизни приходит и говорит нам Всевышний. Иногда мы можем сделать какие-то пышные дела, ну, такие, знаете, что у нас увидели, и так далее. Всевышний приходит и говорит нам. Лучше делать скромно. И вот эта скромность, она гораздо величее, чем делать что-то пышно, когда выглядит. Есть интересная гомора, я вам прочитаю эту гомору, она вообще удивительная, когда мы читаем ее, мы не понимаем. Гомора рассказывает про раби Йосип бен Кисма, который заболел. Раби бен Кисма болел, и раби Хамина бен Традион пришел навестить его. И Мора рассказывает, что раби Йосип бен Кисма, это было после разрушения храма, положения еврейского народа с точки зрения развития традиций иудаизма и так далее. Это было вообще ужасное положение. И вот Раби Йосип бен Кисма говорит Раби Хамина бен Традиону и оттаю де ашума зомин ашамай мим лиху ши хри бей тейну. Раби Йосип бен Кисма он был более приближенный к властям. Это потом мы посмотрим, не посмотрим, это потом в Талбуде Раби Йосип Бен Кисма что великие руководители Римской империи пришли на его похороны. Так это говорит, что он пытался каким-то образом сохранить еврейскую жизнь с тем, что он приближал себя к Римской империи руководству. А Раби Ханина бен Традион наоборот пришел навестить Раби Йосип Бен Кисма и Раби Йосип Бен Кисма говорит, слушай, ты что не понимаешь, что вот этот народ, умазок, вот эта власть, с небес дали им эту силу, она разрушила нам храм, она сожгла нам наши Ихаль, все наши святыни, она убила хасидов, убила хасидов, благочистых людей и так далее и так далее и вот она еще существует, она существует Я слышал, что ты, они же запретили нам учить Тору публично и так далее, а ты берешь с видок Торы и преподаешь с этим огромное количество евреев и так далее, как ты не боишься этого делать, что ты понимаешь, что власть, если что-то говорить, надо как-то смириться с этой властью, да, сейчас не будем это, он сказал, ну, с небес придет милосердие, он ему говорит, слушай, я тебе говорю какие-то серьезные вещи, а ты мне говоришь с небес, будет все нормально, а шем я азор, так не отвечают, надо сказать, и потом он ему говорит, таме они им ло истрепу от хавы цефер тора бээш, он говорит, слушай, они могут с тебя сжечь раби Ханнина бен Традьон, потому что он был действительно, и возьмут вот этот цветок Торы, который ты с ним ходишь везде, и сжечь вместе с цветком Торы, и он тогда спрашивает раби Ханнина бен Традьон, спрашивает раби Йосип бен Кисман, он спрашивает, слушай, я вот удостоюсь хаи олама ба, я удостоюсь иному миру, райскому саду, райский сад, олама ба и так далее, он говорит, слушай, расскажи мне, была какая-то история с тобой, что-нибудь было там, расскажи мне какой-то твой поступок, и он ему рассказывает поступок, что у меня были деньги, которые мне дали на Пури, да, Венит Хальфун, мы молчим с така, а эти деньги я перепутал, надо было с таку им дать, и я все равно все раздал это бедным и так далее, это то, что здесь написано, если так, конечно, у тебя будет ура-ба-ба. Так здесь многие задают вопрос, раби Ханнина бен Традьон был великим раби, он преподавал Тору везде, собирал везде людей, там, Йосип Бенкис спрашивает его, если был у тебя какой-то поступок, и он ему говорит, у меня был какой-то поступок, там я там деньги перепутал и так далее, я все это раздал бедным, а все остальное, вся его жизнь была тем, то, что он делал ради других. Но, может быть, здесь тоже я хочу сказать, здесь тоже есть разница, когда ты делаешь что-то публично, когда ты делаешь что-то, и все тебя видят, это одно, а есть вещи, которые тебя никто не видит, никто бы не обратил внимания, попутались эти деньги, не попутались эти деньги, тоже не был самым богатым и так далее, мог бы сделать это, часть отдать на расходы Пурима и так далее, это никто не видит, это может быть то, что главное, то, что приходит здесь говорит нам Гмара и говорит нам Тора, когда Всевышний, то есть Аарон Акуэну видел такое прям вау, такое прям необыкновенное в общем поступок вот этих князей, да, но это было так публично, это так было, все это видели, а вот ты зажигаешь Менеуру, где ты ее зажигаешь, ее никто не видел, ты заходишь каждое утренько и тебе никто не хлопает ладошками, тебе никто ничего здесь нету, ты просто заходишь, это делаешь тихо, спокойно и это гораздо лучше. И еще момент, который я хотел сказать, есть разница, которая называется Мецубева Усэм выше Эйно Мецубева Усэм. То есть Аарона Коэн, если глубже так чуть-чуть понимать, вообще в нашей жизни, в нашей жизни, что лучше, когда я делаю, потому что мне это кто-то приказал делать, или я это делаю добровольно, и это в принципе и каждая жизнь нашего любого еврея, потому что у нас есть митцвот, то есть у нас есть обязательства, почему я одеваю тфилин, это не потому что, а потому что это митцва, потому что Всевышний цивауд, Всевышний сказал, одевай тфилин, я выбираю это делать, а я выбрал, я хочу это делать, я мог бы этого не делать, и все наши митцвот, а вот может быть лучше было бы, что если бы Всевышний бы не обязал бы меня, а я это бы делал добровольно, например, человек дает сдаку, он дает этот сдаку, потому что он обязан это делать, или потому что он добровольно это делает, так Аарона Коэн, Аарона Коэн, обратите внимание, что он видит, он видит, я все, что я сделал, все, что я делаю, это мне Всевышний говорит делать, мне Всевышний сказал, приноси жертвоприношение, заходи святая святы, все вопросы, которые Ромбан задал, это все митсуве, это все в общем приказ божественный, и я его делаю, я выбираю его делать, а эти князи, их никто не просил, им никто не говорил, они сами от всего сердца, от души это сделали, вау, какие они молодцы, Всевышний ему говорит, алло, ты не прав, гатола митсуве веусы, то, что ты делаешь, потому что я тебя заповедовал, это гораздо величие, это гораздо круче, чем те, которые делают это, потому что они это делают, знаете, надвут, они это делают, потому что они сами выбрали без никакого приказа сверху, кстати, поэтому мы отмечаем бармитсву, почему мы отключаем бармитсву, несмотря на то, что этот ребенок или девочка до бармитсвы или до ботмитсвы, они тоже соблюдали митсву, но они были не, никто не приказывал, а, когда им приказывают, и они делают, вау, это круче гораздо, и, конечно, надо понять, а почему это круче, это круче, потому что заповеди они даны кому? Кому они даны? Они даны тому, почему Всевышний заповедовал нас делать какие-то заповеди, потому что внутри у каждого еврея находится необыкновенный потенциал сокровища, который не находится ни у кого в мире, кроме евреев, и тогда, когда Всевышний говорит, вот именно с этой заповедью будет выражаться твое я, твоя глубина, твоя личность, потому что у тебя это заложено, у кого это не заложено, я не заповедую это, поэтому ты более великий, когда это митюве ваусе, потому что когда Аарон Акуэн приходит и говорит, я сейчас зажигаю менору, Всевышний говорит, я заповедую тебя, это говорит о твоем величии, а они это сделали, их никто не заповедовал это, это что-то внешнее от них, понимаете, поэтому, кстати, это объясняет разницу огромную, если не еврей соблюдает какие-то заповеди, у него это не реализуется, ему это не нужно, иногда даже это ему вредит, это не просто так мудрецы сказали, там, не еврей, который соблюдает субботу, это смертная это вредит ему, ему это не нужно, а у еврея, у него вот это есть, и поскольку для того, чтобы реализовать того, сгулять того, то, что есть у него внутри, угадоль, он сам по себе великий, поэтому ему было дали эти заповеди. Но, может быть, здесь еще важный момент, который написан в Торе, и сделал так Агарон, то есть Агарон делает прям все, что ему Всевышний сказал, так написано, написано, я вам читаю, говорит Раши, что значит и сделал Всевышнему что-то заповедовал, надо делать вот таким образом, да, в Яске на Агарон, пишет Раши, лаги, чипхошен Агарон, шелешина, здесь говорится про величие Агарона, что он ничего не поменял, шелешина, не было никакого изменения, и все задают вопрос, буквально всем, понятно, что никакого изменения не будет, потому что если Агарон получает приказ от самого Всевышнего что-то делать, понятно, какие изменения должны быть, так я вам хочу сказать, вот это очень важно, Агарон его величие в том, то, что мы сказали, это было никто этого не видел, мы сказали, что это был такой поступок, который митсувевился, но здесь еще важно, это было каждый день, каждый день Агарон зажигает Менору, утром и вечером, каждый день то же самое, и когда человек делает что-то каждый день, есть огромная опасность, какая опасность, опасность, что ты привыкаешь, это превращается быть рутиной, и когда это превращается быть рутиной, у тебя нету вот этого отушевления, нету вот этой радости необыкновенной, что ты делаешь вот это каждый раз, а это та же самая митсува, да, это та же самая митсува, это большая опасность, и когда ты делаешь это, Раши пишет нам и сделал так, а он и ничего не поменял, то есть он ничего не поменял, когда он был первый раз это делал, с такой же душой, с такой же радостью, с такой же лавуд, лава, все горело у него, да, когда он это делал, а потом, может быть, второй раз меньше, меньше, ло, щена, он ничего не поменял, так же у него было каждый раз, вау, это величие огромное, понимаете, когда человек делает разовую штуку, да, и сделал это, ну, молодец, сделал, да, он приехал первый раз к стене плача, первый раз он приехал к стене плача, действительно, чувствует, вау, стена, такая, такая энергетика, такое, можете представить, каждый день, два раза в день он придет к стене плача, и тогда идет, и идет, и идет, ну, конечно, большие люди всегда понимают, сейчас, вот это хочу объяснить чуть-чуть, ну, постепенно, как будто бы, вот это, это все уменьшается, конечно, это, когда мы говорим про семейную жизнь, пара, муж с женой, да, в начале, это такое, прям, любовь такая, такое прям, это прям, все было на таком высоком уровне, вот такие чувства, а потом это уменьшается, это уже рутина, и так далее, у Аарона, он нас воспитывает, что он делает то же самое с таким же настроением, с таким же переживанием, с таким же чувством, лё, щина, ничего у него не уменьшается, как это, как можно достигнуть этого, есть пасук в книге Ехескель, Ехескель, 46 глава, там написано, что когда приходили, вот я прочитаю вам, когда написано так, у Бобо Ама Ареф, и Фнеаше, когда приходил простой еврей, простой еврей, приходил в храм, в праздники, так написано, если он приходил через ворота северные, поклоняться там, пусть выходит через ворота южные, то есть, пусть не выходит с тех же ворот, так написано, если он пришел через южные ворота, пусть уходит через северные ворота, лё, яшу, пророк, И он подчеркивает, чтобы не возвращался с тех же ворот. Это фанасибет ухан. А если уважаемые люди, то есть, как говорится, хахамин, они могут с тех же ворот заходить. Почему? Какая разница? Очень просто. Потому что амаарец, он видит, с чего он, понимаете, впечатляется, когда он заходит в хан. Он впечатляется из внешнего вида. И вот это впечатление... Один раз он зашел с ворот красивейших ворот с юга, опять он выйдет, он уже привык. Вот это впечатление у него куда-то уйдет. Давай лучше ты с юга зашел, давай с севера выйди. Там ты увидишь еще какое-то красивое. То же самое ты впечатлился, если ты зашел с красивых ворот северных, ты уже один раз-то увидел, давай выходи с южного. Это амаарец, это простой человек. А на си, то есть человек, который на высоком уровне, он может выходить с тех же ворот. Почему? Почему для него это то же самое? Очень просто. Потому что амаарец, он видит только материальное. Он видит внешность. И действительно, когда ты видишь что-то внешнее, ты привыкаешь к этому. Это рутина. И иногда это надоедает уже. Сколько можно, то же самое. Та же жена уже, те же эти, те же цвилины, тот же шаббат, тот же котель, тот же это. Это потому, что ты видишь глазами своими что-то внешнее, материальное. На си он видит в храме что-то глубокое, божественное. И он встречается каждый раз другой глубиной. Это что-то новое. Ты не встречаешься тем же самым. И поэтому у тебя это впечатление не от внешности, которая действительно потом тупее. И надо вот этого амаареца сказать, чтобы, ну не тупил, у тебя внешность, давай из других ворот выходи. Хотя бы так. А в мире глубоко, бесконечно, божественно, когда ты встречаешься с этим, так ты встречаешься постоянно с чем-то другим. Потому что действительно ты встретился с... Ну, видишь, такие же ворота и эти ворота. Что там еще может быть? А как ты видишь, все духовность там, это совсем что-то другое. Так же в семейной жизни. Человек, когда видит, он женится, не только мужчина и женщина соединяются своими телами. А мужчина видит что-то глубокое, божественное, необыкновенное у этой женщины. Женщина видит что-то глубокое, божественное у этого мужчины. Да, тело, оно тоже, мы тоже, мы все в теле. Но главное – это тот, кого дают. Тот уважение, которое дают личности. Та личность, она божественная, она бесконечная, она вечная. Поэтому тем больше ты встречаешься не с телом, а с личностью, ты гораздо больше увеличиваешься, увеличение у тебя стоит. Тебе это не надоедает. Тфилин тебе не надоедает. Потому что ты встречаешься с чем-то бесконечным, божественным. Да, это те же самые коробки. Молитва, тот же самый текст. Это то, что спасает от мутины. И это гораздо величие. Это то, что Всевышний говорит Аарону. И Аарон молодец, улег щена. Он ничего не поменял. Почему он ничего не поменял? Потому что это не только технические моменты, которые зажечь эту минору. А он видел в этом и работал над этим. Какая глубина, какой божественный свет от этого идет. Мне, моему колену, моей семье, всему человечеству, всему еврейскому народу. И каждый раз это что-то было, что-то новое, какая-то новая глубина. И это говорит нам тоже. Только таким образом, если мы смотрим на внешность. И это то, что западный мир, к сожалению, сегодня внешность, внешность, внешность. Поэтому столько разводов надоедают. Люди не хотят, что все им надоедает. Потому что это действительно надоедает. Если ты смотришь только на внешность. А когда нас воспитывают смотреть на глубину, тогда это никогда не надоедает. Это, мне кажется, очень важный месседж сегодня, когда у нас такие давления очень существуют. Ну, это надоело, то надоело и так далее. Так вот эти очень важные моменты, которые мы сегодня выучили с вами. Все от первого и второго стиха нашей недельной главы. Большое вам спасибо. Окей. Спасибо. Очень интересно. Вот и у нас есть слушатель. Может быть, у него есть вопросы? Андрей, есть вопросы? Да, если можно, вопрос. Ну, в какой-то степени, может, я не прав, но насколько я понимаю, что лучше больше акцентироваться на скрытом, чем на внешнем. И почему-то приходит аналогия, что 36 праведников в каждом поколении удостаиваются раскрытия шхины. 16 тысяч, если я не ошибаюсь, удостаиваются шхины. Тогда получается, что скрытые служения лучше, чем внешние служения, чтобы тебя видели, и чтобы видели тебя внешне, и лучше акцентироваться на внутреннем. И как удостоиться этого? Конечно, есть вещи, которые мы делаем внешне, и ничего не поделать. Чтобы дать урок кому-то, и чтобы прославлять имя Всевышнего, и молиться в Миньяне. Я не могу молиться в Миньяне один. Для того, чтобы молиться в Миньяне, надо 10 человек. Это должен быть в обществе. Но, в принципе, есть какие-то моменты в нашей жизни, это я то, что подчеркнул и привел вам рассказ с Раби Ханина Бентрадьон, которые лучше делать их скромно, которые никто, чтобы их не видел. Есть такое понятие тоже, Дакабе, Седра и так далее. А есть вещи, которые мы должны действительно делать освящение имя Всевышнего Бараби. Я думаю, чтобы это все видели, что все это и так далее. Потому что как мы осветим имя Всевышнего, если это не увидят? Я говорил о нескольких аспектах священника. Почему вот Аарона Коген, он с одной стороны расстроился, и Всевышнего утешил. Он сказал, да, ну твое величие в том, что это скромно. Да, в этой ситуации, когда ты зажигаешь Аарона Коген, это минору. Окей. Если можно, я хотел от себя две маленькие вещи. Во-первых, мне очень понравилось то, что сказал Раф. То, что мне пришло в голову. Я помню, меня поразило, в какой он читал Ханан Парата, Раф Ханан Парата. И он там говорил про тамид-тамид, про как бы два уровня или две различные категории жертвоприношения. Это тамид, который приносится утром и вечером, правильно? И есть дополнительные жертвы, которые приносятся в дополнительные времена, в праздники. И вот там очень интересно, мне показалось очень интересно, мне кажется, что это соответствует тому, что говорил Раф. Интересно, что когда пишет Тора, она сначала говорит про тамид. Это означает, что тамид-тамид, он идет первый. Хотя, казалось бы, как бы экстравагантное или дополнительное, то, что поджигает людей, то, что более интересно, это происходит редко, это должно быть сначала. Но вот эта вот именно идея, что игра тамид, она должна быть первой. Да, это интересно. Это интересно. Интересно, что вы говорите. Там, по-моему, это написано, что задается вопрос, какой самый-самый важный стих в Торе у нас? Да. Какой самый важный стих? Так есть такие, которые говорят, что на Исрае самое важное. Есть такие, которые говорят, люби ближнего, как самого себя. И говорит, по-моему, Раби Шимон бен Пази. Говорит, знаешь, какой самый важный стих? Приноси жертвоприношение утром и вечером. Да. Это самое важное. Да, да, да. Состоянство. Не только разовое чего-то. Да. Потрясающе. Еще одну маленькую вещь хотел сказать, если можно. У нас в синагоге делал дрошу Равкац. Ну, он наш как бы Равкацадатит. Да, малая Думима. Вообще он любит нашу синагогу. Он к нам приходит часто, делает дрошу. Он сам Куэн. И он приходит обычно, когда это в конце Мусофа. И был как раз Биркад Куаним. Биркад Куаним тоже. Он, естественно, присоединился. Все. Потом он сказал такую вещь, которую как бы проходишь на автомате. Но когда он пришел, очень интересно, что в конце говорится Бе-А-А-Ва. Как будет благословлять. И говорит Бе-А-А-Ва. И вот это вот интересно, это же как бы вещь, которая повторяется все время. Но, тем не менее, это связывается с чем-то. А-Ва. А-Ва – это вещь, которую трудно сделать постоянно. И тем не менее, он говорит, Куэн должен благословлять, когда он ОФ, когда он любит. А если он не любит, то у него проблемы. Все. Спасибо огромное. До свидания. Пока. Спасибо. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok